Ассортимент почтового ларька впечатляет. Печатные издания, товары первой необходимости и даже рыбные консервы. По всей видимости, это закос, как пиво, ведь вскоре в отделениях Почты России начнут продавать пенный напиток. Причем делать это будут в открытую. Почта России работает в рамках существующего законодательства и полностью соблюдает все требования Федерального закона номер 171 ФСЗ о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции от 22.11.1995 года, в рамках которого продажа ведется только в стационарных торговых объектах и в определенной временной рамке с применением контрольно-кассовых аппаратов. Представители Почты России уверяют, продажи пива откроются с заботой о населении, мол, продукт проверенный и качественный. Он сможет помочь сократить количество жертв от употребления контрафактного алкоголя. К тому же у специалистов есть еще один аргумент. Реализация данного товара позволит повысить рентабельность почтовых отделений. В Нижнекамск подобное новшество не затронет. Ассортимент почтового киоска останется прежним, ведь основной упор сделали на сельскую местность. Уже известно, что вскоре пиво появится в отделении связи Камских полян. Получается, что приходя за выплатами или газетой, жители Нижнекамского района имеют законное право прикупить пенный напиток. Но такая новость горожан однюдь не обрадовала. Специализированных местах должны продавать. Здесь вообще никак. Только бумага. Никакого алкоголя. Это безобразие. Этого нельзя делать. В какой-нибудь случае я против. Люди культурные приходят. Там какие-то дела свои делают. Посылки отправляют, письма. Тут приходят небритые, небрежно одетые люди. И начинают пить пиво. Нет. Надо строго ограничиться. Слабоалкогольная продукция появится на прилавках уже в ближайшее время. И кто знает, захотят ли любители пива стоять в медленной очереди с теми, кто желает отправить посылку. Или же первыми сдадутся горожане, которые не смогут терпеть запах перегора. Альбина Валеева, Марсель Джураев. Новости НТР.